Спасибо, Иисусе. Еще кому надо дать? Маме один. Хватит, духовная жизнь. Это же заживание, как-то не здесь. Очень правильно. Такая же дешевая. Это я привыкла. Вы мне привыкла. А зачем? Я просто не привыкла. Я просто не привыкла. Я просто не привыкла, но нужно тоже здесь. Уже просмотрела, больше не нужно? Нет. А у меня есть. А ты, это, у тебя ключей нету? Так. Иди остальные. Давай туда просто. Не ходи туда. Походи. Мы скупим работу. И скинем. Позальше туда. Давайте. Так, быстренько, походи. Вот послушайте меня, милую минутку. Помолитесь о Валерии. Он заболел. Он взял мне тот список. Какой я подала. Валера Валера Валерии. Сокольский. Валера Валера Валерии. Валера Валерии. А я хотела еще сказать, вот этот такой нехороший гриб, он переходит сразу воспаление легких. Поэтому, вот, где Надежда Васильевна? Смотри. Ты себя очень плохо чувствуешь, тебе надо прямо лежать и лечиться. Не заражай нас. Не заражай, дай-ка сожжить. Лечиться не надо, а лежать и пить много воды. А зачем? Так. Успокойтесь маленько, ходите. Садись. Вот, сейчас рядом. Вот иногда Игорь Догвунов об этом говорит. Говорит, вот, были люди ушли. А вы сами так вот обдумывайте, а почему они ушли? Вот, понимаете, даже такие простые вопросы не хотят задумываться. Задумываются. Вот с земли отрывается ракета, когда идет из земли. У нее один вес. Но когда она выходит уже на орбиту, у нее вес другой. Она сбрасывает отработанные части. И они падают там на голову, убьют кого-то. Об этом заботы ни у кого нет. Они падают иногда куда не надо, прямо на дома падают. Вот у человека такая же жизнь. Если просто пришел-ушел, я на неделе как раз заходил, первый раз в Димитриевский храм зашел. Большой аэродром, два человека. А когда приходят? Никто никому не нужен, все еще живы. Батюшка иногда стоит, стоит, говорит, я ничего не могу понять, что считается. Да не батюшка, приехал архиепископ, Марк. Русская православная зарубежная церковь, теперь они все там объединились. И он зашел в храм, стоял, стоял, говорит, а что тут делается? Я не могу. Батюшка ему ведь одно делай, другое, другое, третье. Нельзя даже объяснить. Вот это лубочное христианство, что что-то я делаю, не делаю. Главное, чтобы войти в церковь, в эту систему. И теперь мне что-то там где-то как-то щелкнет и запишется. Я был. А что был-то? С чем ты ушел? С чем ты пошел, первоначальный шаг? С чем уходишь-то? Вот люди, которые были, это, если общины нету, разницы нет, это проходной двор. Никто никого не знает. Не знает. Вот у нас была тут Александра Ивановна Чернявская, парализованная. Может, не парализованная, там поврежденная лежит. Я, говорит, выходила и видела около храма, ну, все время какие-то люди кучкуются вместе, молодые. И один раз я все-таки подошла и узнала. И первый, кто заговорил, с ней был Игорь Третьяков. Она сколько ни ходила, все чужие друг к другу. Если есть община, то в общине двойное притяжение. У тебя что-то есть, и ты там не можешь дать ничего. А здесь ты можешь дать, сказать. Люди увидят. Ты увидишь, как это на пользу идет. Ты можешь раскрыть талант. Вот она, Надежда Ивановна Польгова, пишет. Посмотрите, как она красиво пишет. Сколько она написала. Там она ничего не может написать. Там у них нет надписей. И все. То есть она больше ничем не может послужить. А тут она может. И может получить. А там она ничего не получает. Двойное притяжение. И вот люди, которые были, они уже поняли, что они ничего здесь не получают. Это первое. Второе, ничего они дать не могут. И поэтому все разъединилось. Это исследование проведи какое. Что они ничего не могут дать. Это все подтверждают. Я что могла, дала шторки, купила. У меня больше ничего нет. Да ты сама. А что больше делать? У меня там ближе храм. Я туда пойду. И там я пойду раз в год. Никто не спросит. А тут одну неделю не была. Меня уже спрашивают. Там никакой десятины не надо. Я купил одну свечку за год. А то десятину платишь, не платишь. Понимаете, как ведет себя человек. Спросите. У них, когда начинается служба, люди заходят и выходят. Да вам ли это не значит, что у нас семь минут это мертво. Зашел за семь минут раньше храм и семь минут полная мертвая тишина. Чтобы даже не кланялся. Не шевелиться, не переступать. Это сколько лет мы долбим это. И по сегодняшний день свет в окно оттуда падает. А я стою здесь в дверях. Всегда за семь минут заходят. Я говорю. Встань все для молитвы. Вы слышите? Это означает, что тебя где застало, то тут и стой. А я вижу, как тень туда-сюда мотается. А не там свет-то падает. Я оборачиваюсь. Сколько раз тебе сегодня говорено было. И вот начинает что-то на половички подправлять. Гляжу опять шевелиться. Я только махнул руку. Она, чего? Она даже не понимает. Она забыла про это совершенно. А как наблюдателем работает-то. Кто? Ну куда это годится-то? Маленько погоди. Я говорю, что опять тень-то вертухает. Нет, нет. Она не наблюдатель. Не наблюдатель, но все равно. Где у меня Алектина-то? Вот она. Что-то вертухало стояло. Семь минут. И вот на месте она не может, как какая-то сила вас таскает. Вы не подумайте, что вы сами это делаете. Семь минут это для чего у нас? Полная мертвая тишина. Хоть маленько научитесь молиться. Внутрь себя загляни. Как прошла неделя. Я зачем сюда толклась пришла? Как я буду слушать? Мы наполнили мое сердце, уста мои, глаза и уши благодарением Богу. Если ты этого не знаешь. И вот что-то стоит опять дружу, опять тень ворохнулась. Она стоит как заходить в ту часть храма. А эта рядом мотнулась. И вот они все семь минут вот так вот вертухались. Значит, мое предложение вам. Первое. Завтра за семь минут, когда заходят, не заходите туда. Второй вариант. Какой вы изберите. За до семи минут, еще раньше, за семь минут. Зайдите и там все подправьте, все половички. И когда скажут, встанем для молитвы, в это время ты уже все прибрала. Тебе вертухаться некуда. Я такая ласково на эту шубу. Тебе ты ее до ней готовы все пуговки облизать. Как только начали молиться, все, гляжу, затихло. А что, она поняла, что время сна пришло. Ты знай свое место. Надежда Васильевна. Где она? Сейчас только сидела. Вот она где. Ей там все время кто-то что-то как-то шепчет. Говорит, она обязательно сделает что-то такое, что нельзя делать. Игорь сделал замечание. Я говорю, я займусь. Я ее выставил в коридор. Она постояла. Охота в храм зайти? Охота будешь сидеть на первой скамейке, вот здесь вот, на самом углу. Под разными предлогами туда зайдешь, чтобы не видно было. Сейчас лежу сидеть здесь. Вы что, играете или что? Тебе сказали где быть? Там и стой. Стой, не просто стой. Я говорю, я недостойно и здесь быть. Какое место? Там нам на кладбище места нет. За наши-то дела. Ну ты пришел, зашел в храм. Такой у нас порядок. Что я говорю? Это все вывешено, опечатано, написано. За 7 минут заходить-то. Ну успокойся 7 минут. Вот стой. 7 минут, а кто-то зашел. В это время все. Как шагнул, замерли. Стой, поверни стой-ка. Закончится 7 минут, тогда раздевается, зайдешь. Все, куда лучше-то. Я это увидел не у себя, а у баптистов. В Латвии. Я пришел к ним, они говорят. Сейчас там, говорят, 7 минут. И сколько? Молитва идет. И здесь, а людей там много, город. Люди-то в этом шлюзе-то набиваются. Уже человек 20-30. Ни один никуда все стоят, молча молятся. А этот, который старший, там стоит он. Там, внутри. Теперь открыл двери. Все заходят. Я увидел это в первые дни, 53 года назад. И я понял это хорошо. Люди, которые не уважают себя других. Им разве себя-то поздал маленько. А почему? Да я пошел мороженое покупать. А пришел в театр. Пришел в кино. И теперь ходит, мотается перед ними. У людей сюжет. Для этого пришли деньги заплатили. Почему они должны смотреть на тебя, нарушителя? Ну, понимаете, я уже говорю про мирских. И то нехорошо не одобряется. Здесь богослужение идет. И вот вертухается, стоит, крутится вверх. Докажи сама себя. Ты ли это не знаешь? Семь минут, которые будут здесь, не заходите. Оставайтесь с опоздавшим. Или на семь минут, до семи минут туда. Сядь, половички прощупай, как тебе охота. И потом замри уже все. И говорю людям-то, которые давно здесь у нас. Никаких замечаний. Все знают. Я сегодня гляжу, что это с вами делается. Люди, которые пришли, ушли, у них нет теперь соприкосновения. А куда ушли? А мы их, они и знаем там. Они что-то там, как говорят, реализуют, хоть неправильно, свой талант. Никакого таланта нет. И никому ты не нужен. Главное. Мне Бог дал что-то, я хочу этим поделиться. А разве это плохо? Я иду у них с кем-то, иду с архиепископом. Идем из храма Покровского. А как только заходишь на Циолковского. Тут отец Николай Войтович жил, рядом, прямо на углу. Идем вместе. Я говорю, Владыка, с чем я могу? А я с ним беседую, часа по два в Новосибирск езжу. Он меня отлично знает. Владыка Гедеон Докукин. Я говорю, с чем я могу быть полезен? А он такой видный, импозантный мужчина. Женщина, любая бабка увидит, и до вечера вздыхает. Какой мужчина! Даже совсем такая рахля и да. Вот какой мужчина, какие волосы, какой он приятный. Вот из всех архиереев на 70, он самый красивый. Не красивый, а симпатичный. Это женщина, говорят, красивый. И я его спрашиваю. Владыка, с чем я могу быть полезен здесь? Ну ты же ходишь в церковь. Ну хожу. Так а чего же еще и надо? Все. Проповедь какая? Боголюбивая алтайская паства. Все, это у него главное. Боголюбивая. А бабки платочки кидает под ноги. Где он наступил, это все освещено. И все, кто к платочку прикоснется, осветится. Это жертвенник. Он жертвовал, чем приехал сюда. Вы понимаете, это лобочно. Птичьим языком разговаривает. Петр Мещеринов пишет. Ну мы пришли сюда со всей серьезностью. Я же знаю вас. И вы меня, говорится, давно уже знаете. Как облуплено. Я знаю, что хорошее ты скажешь. Так, скажи, дорогой брат. Вот он стоит. Зачем ты ушел, где стоял рядом со мной, а пошел теперь в другом месте? А потекло с носа у меня. Или не мог там стоять? Ты ушел заранее. Притом в воскресенье стоял там же, в прошлое. А, тогда, ну да, ушел. Ну да. Для разнообразия просто. А я знаю почему. Сказать или не надо? Говорите. Говорим. Я узнаю. Ты стоишь рядом со мной. Я не раз видел, что ты почти упал. А я рядом стою тебе-то. И я тебе перед богослужением говорю, подремли маленько. А там я тебя не вижу. Если ты кланяешься вот так по-старообрядческе, тебя никто там не видит. А я говорю, я же вижу, и тебе потом говорю, что ты кланяешься-то? Ты перекрестись как должно. Твердо, чтобы сатана затрепетал. И поклонись так, чтобы руха пал достала. Говорю это? Да. Там тебе контроля нет. Я прошу тебя, дорогой мой, вернись назад. Понятно? Мы говорим о маловажном. Но вот из этих маленьких деталей, это как мозаика, слагается наша жизнь. Мы пришли. Написано с благоговением и страхом. Поклонюсь святому храму твоему. Храму. Храму поклонюсь, говорит Давид. Второе. Получил я вчера еще звонок. Позвонил Виктор Андреевич, вылетая из Москвы. Мы молились. И вот приехал сразу, я с тобой скинул, батюшке позвонил. Сегодня он вам позвонил, да? А? Сегодня позвонил. Позвонил сегодня? Ну. Все, что приехал. Да. Что, приехал прямо сюда уже? Все дома уже. Завтра будет. Здоровый, нормально все. Мы молились и ждали. Там он где был, потом расскажет. Понимаете, насколько это радостно иметь вот такое близкое это общение. Этого не будет. Это не всегда так будет. Это нам только кажется, что вчера было, сегодня и сегодня. Завтра может ничего этого не быть. И дома не будет. И поесть нечего будет. И поэтому надо научиться вот это улавливать. Мирское, что там колебание какое бьет кого-то по мозгам. А мы-то даже тонко улавливать, еще только вибрация начинается где-то. Речь не о том, что мировая третья уже дымится все там. Это все искусственно делают. Я уж не буду мировую обстановку брать. Обстановка наша вот здесь вот сейчас. Я перебираю людей, которые у нас были. Хорошие люди. Сколько они добра сделали. Их нету. И они там никакой роли не играют. Никак не задействованы. Нигде и никак. Ну, любого из них вспомните. Ведь сколько... Ну, они участвовали. Они были. И на благовестие ездили. На благовестие. В корабелье как ездили были. Теперь нигде. И постепенно. Уже год прошел. Они даже не вспоминают и не нуждаются. Ни как по форме не одеваются. Как все в шапочке стоит. Там она может прийти в брюках, ей никто еще не скажет. Это не сегодня начинается. Но будет день, когда вот это вот нам будет спрашивать. Неужели это была такая община. Такие люди так разговаривали. Мне два... Какое-то число. 13-го. Пришло письмо из краевой администрации. В электронном виде. По лагерю. Чтобы я пришел, зарегистрировался там. Что у них там особый реестр. Чтобы все это соответствовало. Я думаю, момент. Я взял... А вот управление по пищате и образованию. Прямо на нашей улице Ползунова. Я попросил Василия. Вот приехал он. Племянник мой сидит рядом. С Киргизией. Взял аппаратуру. Вот Володя снимает. И пошли. Там написано письмо. Все как надо. Пришли. Начальниста Володя... Как они говорят, нету. Секретари. Два секретаря. Это значит серьезно. Если два секретаря у одного начальника. Вызвали заместителя. Она... Ну там была. По высшей этажам. Снимать не разрешила. Да нет. Никак нельзя. А нам сразу на другой день ответили. Она нарушила закон. Разрешается везде снимать. Везде. При допросе, когда он бывает где-то в милиции. Там я не могу снимать. А это обговорено. Я могу снимать ничего. Нету бухгалтерская работа. Это мои слова. Чтобы вы их не переначали. Ну я не стал ничего. Поговорил. Мы им абсолютно не нужны. Они хотят, чтобы мы сейчас записались. А теперь они на следующий год. Нас будет душить уже насмерть. Если в этом году вышли, то они сказали, что вы за кого нас считаете-то? Еще бы я пошел к вам. Я напомнил тогда Троян, император. Гонитель христиан. У него была дочь Дроссида. Уверовал во Христа. И он пещи в разных концах города поставил, разжег их и написал, христиане, не мучайте нас, чтобы мы вас искали. Приходите и сами в печь бросайтесь, чтобы быть мучениками Христовыми. И его дочь родная пошла и это сделала. Я говорю, вы хотите, чтобы я печь разжигаете, а я пришел бы в нее бросился? Да не будет этого. Мы выскользнем из-под вас. Мы покупаем дома, приглашаем. Дети будут отдыхать, никакого лагеря нет. И вы к нам не залезете, пока Бог хранит. Я ничего не скрываю. Открыто сказал. Тайно не надо мне это делать. Ну вышли на улицу, стали к табличке. Табличка такая. Я говорю, давай снимай. Маленька, погодя. Оттуда выходит женщина. Видно, не истощавшая. Нельзя. Я говорю, чего нельзя? Ну снимать. А чего этого взяли? Нельзя. Я стою на улице, рядом машины, можно стоять. То другое. Нельзя, но в другом месте. Я решаю, где мне. Это я хотел сказать, вы мне не дали. Теперь я на весь мир выставляю. И все, начал тут говорить. И сразу выставил. Выставил. А отклики какие пошли. И дошелся человек один. Он сразу же написал большое письмо Карлину. И уже, говорит, отослал. Уникальный лагерь. Человек, который сегодня есть, завтра не будет. Как вы этого не можете оценить? Ну и то. 45 лет ни рубля государство не дало. И сколько детей. И все целые, неповрежденные. Тут я садил. Я им сказал. Мы можем вам дать что-то. Это нас притягивает. От вас мы ничего не можем взять. Но мы-то можем вам дать. Притом бесплатно. Это опыт. Это не на бумаге начертить план. Это каждый год представить. Каждый день с ребенком. Какая температура. Какой дождь. Я должен заниматься. Тут все занимались, которые у нас были. Приезжали, были. Ну буквально все помогали. Видели. Этот опыт нужен. Им ничего не нужно. Я говорю. Вот сидите, ничего не издаете. Вы паразиты. Вы присосались на государственном теле. Сидите, как клещи. На шее у быка. Ну и выговорил им там. Подарили с нашей визитки. Да с этим ушли. Вот я вам хотел сказать. Что нас притягивает. Тебе нужно это? Что я сказал? Да. Кого я помянул? По именам только одного. Губернатора нашего. Александра. Значит. Александр Богданович. Помолитесь о нем. Письмо у него, кажется, на столе. И может быть не одно будет. И может быть будет встреча. Потому что, конечно, он что-то знает. Но я уже ответил. Он ничего не может сделать. Почему? За этим стоит Роспотребнадзор. 110 тысяч человек. Государственная структура. И делать для меня исключение он не будет. Он юрист высокого класса. Что вроде я ему нужен-то? Неприятности из-за меня наживать-то. Вот только сегодня мне какую-то льготу даст, чтобы ко мне врачи не приезжали, не проверяли меня. У меня завтра болезнь такая будет. Ему сказать, а ты сделал? А он? Его никто не выбирал. Его поставил президент Путин. Как хорошо известно. И он руководит, как может. Но голосов набрал мало для единой России. 35% самый низкий процент во всей Российской Федерации. А ему говорят, если бы вы знали с такими людьми, такие дела, духовностный процент был бы другой-то. Ну это Бог знает. Я-то если бы встретился, рассказать о Боге, и как он на суд Божий предстанет, и что будет дальше, что можно было. Я ему книги подарил свои. Ну, через других людей. Вот что я вам хотел сказать. На сегодняшний день, сколько таких вестей, где постоянно просят помолиться, поблагодарить, услышана молитва. А мы выше здесь. Короче, нашей службы-то никакой нету. Батюшки нету. У нас вообще служба-то. Она, не знаю, 45 минут, да и домой. Не шевелитесь. Сейчас, да нет. 7 минут. Завтра постарайтесь сделать, как я сказал. За сегодняшний день вы на 7 минут или раньше выходите, или не заходите 7 минут. Как, не обидно тебе это? Да, не обидно. Как, сестра? Да, нормально. Согласны? Это выбора два. Раз там надо убрать, действительно, надо подправить. Не во время, когда 7 минут. 7 минут не шелохнись. Не переступи. Ноги вместе. А я лежу, мой брат стоит, вот он как будто бы морской пехотинец на палубе корабля. Ты не думаешь, что это мало значит? Если бы мало значило, то святые бы об этом не говорили. Стонешь, говорит, на богослужание, вот так вот ногу подбавить. Не подгибай ногу, как журавль на болоте. Так это грубо. С этим ты и пойдешь. Если грубо. А чего? Ты стань на прижогу. Ты видишь, как у мертвого в Мазолее стоят там люди? А ни один солдат за 50 лет ногу не поджал. Ни один. Он на вытяжку стоит, да еще голову поднимет кверху. Я в Москве когда был, а ее сестра Люда в Потеряевке живет. Она маленькая с нами поехала. А там солдаты, когда выходят ногу, подбрасывают это, когда куранты добьют. Она вдруг от нас оторвалась на Красную площадь, и к ним туда и пошла за ними. Девчонка маленькая. Вот это ахнула на нас. Ты помнишь? На всем рассказывали. Видите, как это интересно. Идут солдаты, специально там гарнизон московский. Вдруг Потеряевская девчонка подошла и за солдатами пошла. Это тоже стоит чего-то. Ну вот и все. Кто принес в журнал, берите. Игнати, Игорь Ильич, вы говорите про журавль на болоте, это ногу подгибает. Он подгибает для того, чтобы, когда увидит добычу, равновесие быстрее ушло у него. А ты про кого говоришь? Про журавля. Про цаплю. Они подгибают не просто так. Он только чуть наклонился и сразу он наносит. Это Григорьевич чудо-творец сказал. Я снова приезжаю. Ну, так-то да. Игорь, ты будь внимательным. Я подала записку. Берите журавль, чтобы они не расслабляют. Ну, я и не вижу. Да, 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 да.